МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анна. В эфире программа «Воронеж. События. Факты». Итоговый выпуск на этой неделе. Сегодня в программе отменен приговор бывшему полицейскому по громкому делу от ДТП с двумя погибшими. Ровно 22 года назад, 4 июля 2000 года, этот мир покинул лидер группы «Сектор газа» Юра Хой. Тамбовская ОПГ, промышляющая кражи домашнего скота, предстанет перед судом. Как домашние хозяйки Воронежа готовятся к зиме? Готовы ли воронежцы к очередному росту тарифов на коммунальные услуги? Количество пострадавших в крупной аварии под Нижнедевицком увеличилось до 6 человек. Как прожить долго и сохранить здоровье? Звонки о нарушениях экологии принимаются круглосуточно. Въезд в Хвойные леса области запретят с 9 по 29 июля. Отменен приговор бывшему полицейскому по громкому делу о ДТП с двумя погибшими на Ленинском проспекте. Такое решение принял Воронежский областной суд. Авария произошла вечером 9 июня 2020 года. Участковый уполномоченный отдела полиции номер один по городу Воронежу ехал на автомобиле «Тойота Краун» по Ленинскому проспекту на большой скорости. На пересечении с улицы Зои Космедемьянской он, не справившись с управлением, вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов. 42-летний мужчина погиб на месте, 71-летняя женщина от полученных травм спустя две недели умерла в больнице, а 42-летняя женщина получила тяжелые травмы. Было возбуждено уголовное дело. На следствии выяснилось, что 25-летний полицейский был трезв. Железнодорожный районный суд приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года. Помимо этого суд удовлетворил исковые заявления пяти потерпевших о взыскании с осужденного морального вреда на общую сумму 1 миллион 750 тысяч рублей. Такой приговор не устроил экс-полицейского. Была подана апелляция. Решением областного суда дело вернули на повторное рассмотрение в Железнодорожный суд с новым составом судей. Валерий Бобкин, 41-й канал. В Воронеже отреставрируют под современное использование дом, про который в романе «Война и мир» писал Лев Толстой. Это бывший дом губернатора, ныне дом молодежи на проспекте революции 22. После революции зданием кто только и не владел. Новым владельцем особняка будет музей Крамского. Герой романа Льва Толстого Николай Ростов приезжает закупать лошадей в Воронеж перед Бородинским сражением и останавливается в доме губернатора. Его принимал губернатор в Воронежске как раз в этом доме. И вот буквально в двух абзацах, которые мы видим в романе Толстого, очень интересно описан и сам дом, и главное воронежское общество. У Толстого очень интересный эпизод из «Войны и мира», что когда Николай Ростов здесь появился, все дамское общество пришло в необыкновенное волнение, потому что он был некрасив, антуражен, брутален, но такой добрый в виде русского богатыря и с хорошими манерами. И на него, конечно, все дамское общество немедленно отреагировало, но в альтернативу ему, мужчин вообще на балу было очень мало в те времена, альтернативу ему составлял какой-то итальянский пленный. И Ростов, чтобы не показывать того, что он пренебрежительно относится, грубо говоря, к врагам итальянцам, он этого пленного приголубил, он с ним задружил. Балы и светские рауты тут проходили постоянно, организовывала их, как и полагается, губернаторша. На торжество приглашался свет Воронежского общества. Губернаторский особняк был построен в 1780 году для коменданта Хрущева. Потом владельцем становится губернатор Хорват. Сейчас можете не рассматривать, практически ничего с тех времен не осталось. Дом был построен настолько хорошо, что его легко потом продали одному из губернаторов. И позже его купила казна. А вы понимаете, что казна не стала бы покупать дом недостойный. И тогда уже он получил название «дом губернатора». Каждый губернатор, приходя к власти, переустраивал дом под себя. На протяжении 19 века резиденцию перестраивали и всячески переделывали. Не случайно стиль постройки – эклектика. Естественно, губернаторов в Воронеже было очень много. Они менялись быстро, с разной степенью полезности для города. И каждый, заселяясь в эти апартаменты, привносил что-то свое. Один очень хотел отдыхать в Мезонине. И Мезонин был пристроен как раз туда, в сторону вот этого чертковского переулка, где был огромный сад. Другой хотел балкон. К сожалению, во время войны балкон не сохранился. Третьему хотелось сделать колонны, как в Питере. И дом без конца перестраивался. Неизменным оставался большой зеленый дуб. Он простоял здесь до середины 20 века. Пережил войну, но стал неугоден архитектурным планам города. И его спилили. На углу всегда росло огромное дерево. Вот на всех старых открытках вы увидите это огромное дерево. Это один из легендарных дубов в Воронеже. Есть такая воронежская легенда, что один из императоров, приехав сюда, сказал губернатору, что-то у вас тут жарко очень. И губернатор это дело намотал на ус. И своему садовнику дал задание посадить какое-нибудь дерево. Садовник испугался, потому что не угодить губернатору это было большой проблемой. Он посоветовался с женой, как в русских народных сказках. Жена быстро эту проблему решила. Сказала ему, сажай дуб. Грандиозная реставрация была проведена архитектором Масловским в 1891 году. Он соединил левое крыло с флигелем, сделал большой зал. После революции власть меняется и здание занимает дом крестьянина. Правда, к крестьянам организация никакого отношения не имела. Здесь было необыкновенное количество разных обществ, организаций. Здесь был женский совет, благотворительное общество. Здесь был комитет по каким-то милосердным делам. Потом здесь заседал военно-революционный комитет, который решал, в какой день в Воронеже установить советскую власть. В этом здании учился Андрей Платонов. Правда, вскоре из учебного заведения он отчислился. После войны здание восстановить поручили Троицкому. Троицкий, восстанавливая этот дом, надстроил третий этаж левого крыла, немножко сгладил разницу в правой и левой части, построил хороший портик. Но все равно, глядя на этот дом, мы понимаем, что это два разных строения. В современной России здесь по-прежнему продолжали меняться хозяева. Тут находилось множество разных организаций. Проходили выставки. Сейчас здесь располагается экспозиция Сушкова, а здание передано Музеям Крамского и Краевеческого. Дом губернатора является объектом культурного наследия регионального значения. На его реставрацию переделку смогут выделить около 150 миллионов рублей. Работы должны быть выполнены до сентября 2023 года. Подрядчик должен разработать документацию, сделать работы по реставрации зданий, отремонтировать систему отопления и вентиляции, водопровода и канализации. В Воронеже множество домов, считающихся объектами культурного наследия. У многих состояние более чем удручающее. Дом губернатора еще вполне прилично выглядит. Но для ремонта выбрали почему-то именно его. Каким он будет, воронежцы смогут увидеть уже через год. Олеся Лисюк, Сергей Артемов, 41 канал. Ровно 22 года назад, 4 июля 2000 года, этот мир покинул лидер группы «Сектор газа» Юра Хой. Он ушел из жизни на самом взлете в 35 лет. Почтить память воронежского музыканта в этот день собрались его многочисленные почитатели. Они приехали из разных уголков России. Люди разных профессий и поколений, которых объединил Юра Хой. В семье Синяковых из Краснодара приехала почтить память воронежского музыканта полным составом, включая третьеклассницу Валерию. Глава семейства Василий Синяков и его супруга Ольга объясняют всенародную любовь просто. Ну, музыка, во-первых, да. Да, понятная. Он даже и спел. Во-первых, это уже сколько лет прошло, да, сейчас даже симфонические оркестры исполняют. Это же круто. Донбасс, Воронеж, кто-то сейчас еще подхватит демобилизацию. Спустя 22 года после смерти лидера группы «Сектор Газа» на просторах интернета набирает обороты ролик оркестра Воронежской филармонии, где музыканты исполнили инструментальную композицию на песню Юры Хоя «Туман». Юрий Клинцкий, более известный под псевданием Мхой, родился в Воронеже 27 июля 1964 года. До поры до времени он ничем не отличался от своих сверстников, за исключением того, что в школьные годы сын простых рабочих не расставался с гитарой, подбирая не только аккорды, но и слова для будущих песен. Для того, как создать свою панк-группу, молодой человек успел поработать и на заводе, и сотрудникам ГИБДД. Но вскоре понял, что такая жизнь ему неинтересна. Творческая свобода его манила куда больше. В 23 года Юрий создает свой коллектив, который впоследствии прославится как сектор газа. «Были еще бобины, магнитофоны. Слушали, переписывали, ходили. Но это было открытие. Ни на кого не похоже. Все это шокировало. И на всю жизнь». Со дня основания сектора газа прошло уже 35 лет. Здесь, на знаменитом Левобережном кладбище на Баках, на могиле музыканта, его многочисленная армия фанатов, собирается дважды в год – в день рождения и в день смерти Юры Хоя, для которых он по-прежнему жив, как и его творчество. «С 93-го года слушаю, и ни капли не надоело. Только больше и больше набирает оборот. Именно народный он. В одной песне я вижу себя, в другую она себя, в третьей вы себя». «Песня Юра на сегодняшний день до сих пор популярная, актуальная. Даже вот недавно оркестр симфонический исполнил его песни. Блин, это очень классное начало. Я думаю, всем понравилось». Обидно говорит Евгения, что на фоне признания творчества народного музыканта властями в нашем городе до сих пор так и не появился памятник знаменитому воронежцу, несмотря на обещания чиновников осуществить задуманное в самом ближайшем будущем. «Я считаю, что памятник ставить обязательно нужно. Почему? Потому что Юра Хоя – это такая личность довольно серьезная, воронеже, известная. И было очень много критики по поводу того, что группа Матершинная, Матрухом поют. Но если так, как бы копнуть глубже, да, вот Пушкин тоже Матом писал, там, Есенин писал Матом, Михаил Круг там пел, допустим, про заключенных, там, да, но тем не менее у них памятники есть». Возможно, этот наказ услышат воронежские власти и, наконец-то, установят памятник именитому земляку Юре Хоя, ставшему для почитателя его творчества по-настоящему народным артистом. В двух районах Воронежской области объявлен карантин. Выявлен лейкоз у рогатого скота в Лискинском и Богучарском районах. Об этом сообщает управление ветеринарии. Лейкоз является злокачественным образованием, поражает кровотворную систему, распространяясь на остальные внутренние органы. Заболевание неизлечимо. Карантин по лейкозу будет действовать до 28 июня 2024 года. Убой, ввоз и вывоз коров, доение, а также регламент порядка сроков отправки больных животных, но убой теперь под запретом в этих районах. Очаг болезни выявили в Лискинском районе, в селе Селявное на улице Советска-5, в Богучарском районе и на улице Садовы-27 в посёлке Южном. Олеся Лисюк, 41 канал. Специалисты РИА Новости опубликовали составленные на основе данных Росстата рейтинг качества дорог в регионах России. Воронежская область заняла в списке 63 место из 85. Самые качественные дороги в российских регионах оказались в Москве и Хантамансийском автономном округе. В конце списка находятся Архангельская и Кировская области. Согласно данным Росстата, в целом по России только чуть больше половины дорог соответствует нормативным требованиям. В Воронежской области эта цифра ниже – 39,9%. Такие данные отличаются от значений, заявленных в отчёте губернатора перед Воронежской думой 26 мая 2022 года. Мы довели ежегодные финансированные программы ремонта местных дорог до 2,7 миллиардов рублей. Комплексно обустроено 30 наземных пешеходных переходов к социально значимым объектам. Это позволило поднять уровень состояния региональных и межмуниципальных автомобильных дорог до 70,3% нормативного состояния. Глава региона подчеркнул, что реализация упомянутой программы позволила повысить безопасность дорожного движения. Количество погибших в ДТП сократилось на 12,6%. По данным, опубликованным МВД, в 2020 году в результате ДТП в Воронежской области погиб 391 человек. В 2021 году погибших меньше – 341 человек. Основные причины ДТП – некачественное покрытие дорог и вождение в нетрезвом виде. В ходе доклада руководителя регионального департамента дорожной деятельности Максима Оськина было озвучено, что к концу июля в Острогожском районе завершится капитальный ремонт мостового перехода через реку Тихая сосна на автодороге Воронеж-Луганск. Еще 10 мостовых переходов в разных районах области будут сданы в течение года. Первый этап реконструкции Остужевской развязки также завершится в 2022-м. Духанин Денис, 41 канал. Тамбовское ОПГ, в состав которой входили четверо мужчин из соседних регионов, промышляющие кражей домашнего скота, скоро предстанет перед судом. Пустые загоны, которые вы видите на экранах, это то, что осталось после визитов группы обвиняемых, похищающих домашний скот в Новохоперском районе. Следы овцекрадов привели опытных оперативников в Тамбовскую область. А более 70 животных удалось вернуть обратно фермерам. Сотрудниками управления уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии задержаны участники преступной группы, занимавшиеся кражами с фермерских хозяйств домашних овец. Это жители Новохоперского района и Тамбовской области в возрасте от 24 до 54 лет. Проникая на территорию фермерских хозяйств, похищали животных, после чего перегоняли их на заброшенные фермы и дальше перевозили к местам сбыта. Использовали личный автотранспорт. Предполагаемый скупщик домашнего скота делал несколько рейсов, чтобы увезти всех животных в соседний регион. Сразу же в эту ночь вы продали, получается? Он приехал, вечером загрузился, ночью. Уверх, потом утром приехал. Утром еще партию забрал, да? А остальные где были в этой ночью? Там, по зону. Злоумышленники тщательно планировали каждое преступление и даже использовали специальную оптику и устройство связи. Ну, он нехороший. Он как тепловизор, да, и работает или что? Нет, он ночник обычный. Просто, ну, ночью как идем. Ну, видите, хорошо, да, ночью. Смотреть, что вдруг машина как бы уехала, по рации или по телефону сразу звонит. Общий ущерб от их преступных действий превысил 2 миллиона рублей. Количество похищенных животных составило около 270 голов. Сейчас расследование уголовного дела завершено и направлено на рассмотрение в Новохоперский районный суд. Каждому из фигурантов грозит до 10 лет лишения свободы. Елена Цветкова при содействии ГУВД Воронежской области. Июль называют макушкой лета. В магазинах полно овощей, фруктов и ягод. А опытные хозяйки уже готовятся к зиме. Запасаются вареньем и соленьями. Клубничное варенье уже сделали. На очереди вишневая и засолка огурцов. Выгодно ли консервировать и солить? Мы спросили у жителей города. Олеся Алисюк узнала, можно ли найти альтернативу домашним закруткам в магазине и как сэкономить. Сейчас цены на овощи и фрукты вполне приемлемые. Спад связан с сезонностью. Но было и такое, что килограмм капусты в апреле стоил 100 рублей. Стоимость белокочаны теперь стала в два раза ниже. Морковь была по 63 рубля, теперь уже 30. Килограмм сахара стоит 80 рублей и подешевел на 6%. Тем не менее, эксперты полагают, что если отталкиваться от стоимости сахара в 2012 году и годовой инфляции в 6%, то реально белый песок должен стоить не более 40 рублей. Отказываться от заготовок люди в этом году ради экономии не собираются. Да и на самих консервах многие полагают, наоборот, можно неплохо сэкономить, несмотря на скачок цен на сахар и соль. Когурцы, помидоры, салаты, варенье. Ну а куда деваться, все равно делать надо. Зима большая, зима продлится, год кормит, лето год кормит, поэтому мы их делаем. Вот клубника была, хоть она дорогая была, но купили, заготовили. Я не знаю, я не могу сказать, что будем, что не будет. Это все по доходам смотрится. Экономить приходится, потому что еще много денег уходит, конечно, на лекарства. Очень дорогие лекарства, почти вот. Лекарства тоже очень подорожали, чуть ли не в три раза. Поэтому очень много уходит денег еще и на лекарства. Поэтому, естественно, что-то приходится в чем-то себе отказывать. Кстати, скачок цен на сахар объясняется и тем, что россияне бросились массово его скупать. Надеюсь, успеть до его подорожания, чтобы тем самым сэкономить потом на закрутках. Прогноз по стоимости сахара через пять лет весьма неблагополучный. Килограмм может стоить 150 рублей. Там в деревне бабушка постоянно закрывает что-то и как бы запас там с поля картошка. Я где-то стараюсь найти варианты. Вот, например, одежду я покупаю в каких-то там секонд-хендах или в Лондоне. То есть, кроссовки там где-то по скидке себе найду. То есть, ну, грубо говоря, там есть деньги. Я стараюсь как бы вкладываться в них и все. Ну, может быть, по осени там наморозить немножко перцев. Но не тонны продуктов, а так, чтобы удовольствие летнее зимой получить. Конечно, приходится экономить. Тем более, мы пенсионеры, бюджет ограничен. Желательно не повышались, чтобы цены, а наоборот, понижались. Это нам больше нравится. Ну, сейчас сезонное снижение начинается, поэтому немного вниз цены пойдут. Но чуть позже опять будет взлет большой. Пока у населения активно пользуются спросом овощей и фрукты на заморозку. Цветная капуста или лук зеленый. Что-то то, что с зеленью связано, уже замораживать или консервировать начался уже. То, что общий спрос вырос, это факт. Вырос, в принципе, на все. На все зеленое. Так скажем, на фрукты, овощи, в принципе, без разницы. Сейчас в основном черешня, абрикосы и персики. Сейчас тенденции на закрутки не как в 90-х. Консервами люди запасаются. Но не так, чтобы ничего не есть, кроме соленых помидоров и огурцов, круглый год. Заедая это все варенье. Сейчас население понимает, что здоровье дороже. Ну, знаете, как это тоже приходится выкручиваться. Где-то акции, где-то скидочки. Ну, там можно найти подешевле. Если не кидаться в ближайший магазин, можно здесь просто задаться с целью пройтись, посмотреть, можно съездить на базар, поторговаться или еще где-нибудь найти подешевле. А заготовки, ну, сколько сможем, столько и заготовим. У нас 6 соток за масловкой. Ну, что Господь даст. Погода тоже переменчивая. Мы живем в полосе переменчивого климата. Иногда густая, иногда пустая. В Воронежской области уже подешевели огурцы и помидоры, морковь. Картофель можно было купить в среднем по 58 рублей за килограмм. Белокочанную капусту за 68 рублей. Репчатый лук по 53 рубля килограмм. Яблоки по 103 рубля. Ниже стала стоимость сосисок, сарделек, макарон и яиц. Чуть ниже стала стоимость сметаны, творога, сливочного масла и сочужных сыров. Дешевле стала гречка. Хоть снижение цен на продукты происходит, но оно незначительное, так как инфляция с начала года превышает 11%. Центробанк уже изменил свой прогноз годовой инфляции. По их оценкам она снизится до 14-17% с 20%. Снижение уровня инфляции во многом произошло за счет коррекции цен на небольшую группу товаров и услуг после их резкого роста в марте. Стабилизация ценообразования способствовали динамику обменного курса рубля и уменьшение ажиотажного спроса. Олеся Лисюк, Дмитрий Хлебный, 41 канал. С 1 июля воронежские власти утвердили рекордный рост тарифов на коммунальные услуги. В целом они повысятся на 9%. Как эту новость восприняли воронежцы, узнавала Галина Жукова. О том, что траты за коммуналку взлетят вверх, уже с июля этого года население региона оповестили заранее. За максимальное повышение тарифов проголосовали депутаты Воронежской городской думы. Именно они вышли с инициативы поднять коммунальные платежи в среднем на 9% вместо первоначальных пяти с учетом растущей инфляции. Пенсии, как бы нам их ни поднимали, но небольшие. И с учетом, что идешь в магазин и думаешь, что купить, а что оставить, ну, как-то не очень это нравится, конечно. Не только, я не думаю, что это только мне, но большинству пенсионеров не нравится. Депутаты там что думают сидят? Они об людях и пенсионерах, и вообще об молодежи, они не думают ничего. С кого тянуть? С пенсионеров? Пенсии-то маленькие, а не проценты. Депутаты пускай сами чуть-чуть заплатят. Но ничего лучше, как в очередной раз, потрясти карманы граждан депутаты не придумали. Одним из аргументов такого решения является необходимость выполнения инвестиционных программ «Квадры» и РВК «Воронеж». В свою очередь, поставщики ресурсов заявляют о том, что в рамках концессионных соглашений необходимо модернизировать оборудование, менять сети и вовремя проводить ремонты. Но для воронежцев такие аргументы малоубедительны. Каждый год они меняют в одних же местах, а сети остаются практически такие же. Если менять, то глобально все это делают, а не так. Они поменяют, а через два года на этом же месте смотришь, опять все это меняется. Это неправильно. Они вот там трубы делают, то и дело их делают, а толку никакого нет. Порывы все идут, там у нас меняют, меняют, опять там же. Что там говорить? Некачественные, не трубы, алка некачественные, ничего некачественного идет. Каждый год, правда, ремонтируют, но толку не на грошь. И здесь самое интересное. Мало кто знает, что в тариф, который оплачивается из народных денег, еще в 2009 году включили 30% за все потери в сетях. Но граждан в очередной раз решили сделать инвесторами. Я так думаю, что у правительства достаточно денег, чтобы нас не дергать. Ну, я думаю и о своих доходах, и своих креслах, это точно. Все приватизировали. Правильно, теперь можно за счет людей все делать. Дыром только затыкает народ. Все, больше ничего. Народом затыкает просто-напросто. Да выжимает последние копейки. А у кого если там 10-11 тысяч, ну как он может прожить, скажите. Половина пенсии, как правило, уходит на оплату коммунальных платежей. Особенно это ощутимо в зимний период. Двухкомнатная у нас где-то в прошлом месяце было 3,5 тысячи. Зимой, конечно, где-то 5-6 доходит, потому что отопление дороговато. Сейчас 3 с лишним, а зимой 7 с лишним. Одно отопление замолчано. Я думаю, не совсем это оправданно. Каждый год все это повышается, но должен быть какой-то предел. Впрочем, терпение у наших граждан хоть отбавляй. Естественно, всем хочется, чтобы пониже. Ну извините, а время какое? А что вы хотели? Вот. Что вы хотели? Время какое? Между тем, услуги за отопление станут еще дороже и вырастут почти на 10%. Максимальный рост тарифов коснется водоотведения, который в среднем подорожает на 15%. Уже в августе воронежцы получат квитанции с новыми тарифами. А вот будут ли также расти наши зарплаты и пенсии – большой вопрос. Галина Жукова, Дмитрий Хлебный, 41 канал. Количество пострадавших в крупной аварии под Нижнедевицком увеличилось до 6 человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД России по Воронежской области. Авария произошла около 11 часов 30 минут 5 июля на автодороге Курск-Воронеж под Нижнедевицком. 64-летний воронежец, управляя автомобилем «Вольво», не выдержал безопасную дистанцию и врезался в КамАЗ, за рулем которого находился 52-летний водитель. После этого грузовик врезался в манипулятора на базе КамАЗа и погрузчик КАЗ, сбил дорожных рабочих и съехал в Кювет. В результате аварии 6 человек в возрасте от 35 до 58 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу для оказания помощи. Сейчас полиции выясняют причины ДТП. Валерий Бобкин, 41 канал. Как снизить число аварий в регионе? Эту тему обсудили на пресс-конференции, посвященной вопросам безопасности дорожного движения. Тему продолжит Галина Жукова. Согласно отчёту руководителя региональной госавтоинспекции Евгения Шаталова, в первом полугодии в области наблюдается тенденция к снижению числа погибших на дорогах на 3,2% по сравнению с прошлым годом. На сегодня печальная статистика за шесть месяцев насчитывает 122 случая со смертельным исходом. Всего же за этот период зафиксировано 1092 происшествия. Основными причинами аварии на дорогах стали нарушения правил проезда перекрёстков и пешеходных переходов, неправильный выбор дистанции, а также выезд на полосу встречного движения. Ещё один бич – пьяные водители. Более 3300 водителей задержано за управлением в нетрезвом состоянии. В отношении 500 водителей возбуждены уголовные дела. Наиболее чаще в городе аварии случаются на перекрёстках и кольцевых развязках. Данную проблему решают при помощи установки светофоров и левосторонних секций. Чтобы обезопасить пешеходов, в столице Черноземья делают ограждения. На переходах появляются регулировщики, зебры приподнимают и оборудуют подсветкой. К основной же причине аварии на трассах относится выезд водителей на встречку. Все эти случаи фиксирует система автоматической фиксации. Выезд на полосу встречного движения, нарушение правил обгона – это очень серьёзное нарушение. Далее тревожит нас эта ситуация с пассажирским транспортом. Здесь, конечно, у нас два резонансных ДТП были. Одно было на площади заставы 4 января текущего года, когда автобус наехал на ограждающий парапет. В результате чего один человек погиб и более десяти получили ранения. И ДТП в Новоустамском районе на федеральной автодороге в столкновении двух автобусов. В свою очередь руководитель областного департамента дорожной деятельности Максим Оськин рассказал о реализации в регионе национального проекта «Безопасность дорожного движения». Анализ был проведён практически, да не практически, а всех региональных дорог, местных дорог, федеральных дорог. То есть та паутина или те артерии, которые расположены на территории Воронежской области. Изучены были потоки движения транзитного транспорта, грузового, легкового. Были учтены все факторы, которые влияют на, как вот Евгений Владимирович отметил, это южное направление, курортный сезон, межсезонье, условия климатические, ну и так далее, и так далее. Всё это позволило нам сделать программу и поэтапно к ней приступить. В последнее время в крупных городах, включая Воронеж, всё больше появляются любители езды на электросамокатах. К слову, это средство передвижения способно развивать скорость до 50 км в час. Понятно, что при столкновении с электросамокатом можно хорошенько пострадать. В этом случае пользователям таких средств лучше передвигаться вдоль тротуара, советуют инспекторы ГИБДД. Не стоит также забывать и о средствах индивидуальной защиты. С прошлого года мы видим активный бурный рост, развитие. Указанных на сегодняшний день уже признали их транспортным средством, хотя правоприменительная практика в отношении них пока ещё не складывается. Что касается дарно-транспортных происшествий, они у нас носят пока единичный характер, но они есть. Я на вскидку могу сказать, что их порядка 10, наверное, вот я так вот на память помню, что в этом году у нас были ряд наездов и столкновений с автомобилями. Пока, признают специалисты, культура использования таких средств ещё не сформировалась. Галина Жукова, Дмитрий Хлебный, 41 канал. В Воронеже начались встречи для пенсионеров, ведущих активный образ жизни для достижения долголетия. Их организует туристическое движение «Счастливые люди», управление социальной защитой Ленинского района и Никитинская библиотека. Первой темой цикла выбрали профилактику болезней нарушения мозгового кровообращения. Хронической недостаточностью мозгового кровообращения называют дисциркуляторную энцефалопатию. Её вызывают чаще всего артериальная гипертония и атеросклероз. Всему этому способствуют неправильное питание, алкоголь, курение, низкий уровень физической активности, стресс, избыточный вес, сахарный диабет, инфаркт миокарда, мерцательная аритмия. В 95% случаев причины гипертонии не могут выяснить специалисты. Гипертонической болезнью страдают более 40% взрослого населения России. Болеют мужчины, женщины, старики, молодёжь. Только в 5% случаев причина возникновения гипертонии ясна. Важно вовремя предотвратить развитие опасных нарушений в организме. Для этого нужно вести здоровый образ жизни. Заниматься спортом многим тяжело, даже начать тренироваться. Зачастую пациентам, у которых уже есть какая-то хроническая патология, которым тяжело даже просто начать заниматься, у них вот это вот чувство внутреннего состояния, оно немножко нарушено. И начав заниматься, они просто приходят к какой-то точке, когда уже просто холодно. То есть они идут, 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 да, а потом просто становится холодно, они оседают и, в общем-то, переносят и думают, как же плодышко я начал этим заниматься. У меня ничего не получается, не бросают. Скандинавская ходьба помогает снижать уровень глюкозы в крови. Это полезно при сахарном диабете второго типа. Укрепляются мышцы, поддерживающие позвоночник. Снижается холестерин в крови. Уменьшаются риски развития старческой деменции и инсультов. Это нужно для того, чтобы раскушить мышечный насос, который качает кровь и зно. Дополнительно надо включить мышечный насос, который будет здесь находиться. Цикл встреч назвали «Активный образ жизни». Альтернативы нет. Посещают их пенсионеры из отделения социальной защиты Ленинского района. Это их первая встреча после двух лет пандемии. У нас уже такие были наработки, что у нас громадный поток людей был, не только жителей Ленинского района, но не было, к сожалению, в других районах этого направления. У нас приходили из Центрального района, из Советского района. Адаптивная физкультура всем интересна. Все хотят вести здоровый образ жизни. Но сейчас мы прекрасно знаем, что пожилые люди очень активные. И для того, чтобы и долголетие у нас увеличилось, продолжительность жизни. И для того, чтобы людям было просто не скучно. Просто не скучно. И сидеть в четырех стенах, чтобы они общались, чтобы они выезжали на природу. Вот эти мероприятия мы проводили и будем проводить. Ради здоровья эти люди выбрали активную жизнь. Им нельзя обойтись без физических нагрузок. В их жизни каждый день есть место общению, рукоделию. Они бесконечно узнают что-то новое. Все это не дает стареть мозгу. Их жизнь на пенсии активная и насыщенная. Физическое направление – это тоже нужно для того, чтобы быть, например, в физической форме, чтобы сидеть. И здоровье у нас, получается, что как бы утрачивается сила, энергия. А чтобы она не утрачивалась, нужно, конечно, физическую нагрузку, физические упражнения делать, суставы, чтобы не болели. Чтобы при выполнении сидячей работы, чтобы это помогало нам сохранить здоровье. Занятия и лекции доступны всем. Они бесплатные. Было бы только желание стать здоровым. А для этого надо и самому работать над собой. Встречи проходят раз в неделю, каждую среду в 11 утра в Никитинской библиотеке. Олеся Лисюк, Сергей Артемов, 41 канал. В Воронежской области решили привлечь жителей к борьбе с загрязнением окружающей среды. В Департаменте природных ресурсов и экологии начал работать круглосуточный телефон, по которому можно сообщить обо всех нарушениях в этой сфере. Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области просит жителей региона помочь в выявлении загрязнения почвы водных объектов, несанкционированного размещения отходов, распашки водоохранных зон, вырубки зеленых насаждений. Как правило, специалисты департамента вынуждены фиксировать лишь последствия таких происшествий. А это очень затрудняет поиск виновных. Поэтому тех, кто неравнодушен к природе нашего края, просят снимать нарушения и отправлять фотографии и видео на электронную почту или звонить по круглосуточному телефону 8 903 652 86 96. Валерий Бобкин, 41 канал. Из-за особого противопожарного режима в Воронежской области введут запрет на посещение, а также въезд в хвойные леса. Ограничения коснутся всех лесничеств региона и будут действовать с 9 по 29 июля. Об этом сообщает пресс-служба областного управления лесного хозяйства. Запрет на въезд в леса не распространяется на дороге общего пользования. Также это не касается машин пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб. Как заявили в управлении лесного хозяйства, на период действия ограничений будет усилен режим патрулирования в лесах. Силы и средства Воронежского лесопожарного центра приведены в состояние повышенной готовности. В настоящее время на территории области преобладает четвертый класс пожароопасности. Напомним, что с 8 июня в Воронежской области также выросли штрафы за нарушение противопожарного режима. Они увеличились для граждан в пять раз. Если ранее воронежцы платили за нарушение от 2 до 4 тысяч рублей, то сейчас сумма штрафа составляет от 10 до 20 тысяч рублей. Самой значительной суммы в случае нарушения заплатят юридические лица. Так, максимальная санкция выросла с 400 до 800 тысяч рублей. Всех жителей региона просят быть предельно осторожными с открытым огнем на приусадебных и дачных участках, примыкающих к лесу. Галина Жукова, 41 канал. А я напомню номер телефона редакции 41 канала 206-9406. Мы ждем обратной связи от вас. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41 канала. Это были все новости минувшей недели. Что готовит нам предстоящее? Мы расскажем в следующей программе «Итоги» на 41 телеканале. А я с вами прощаюсь и пусть у вас будут только хорошие новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин